Привет, привет, мои дорогие, родные, любимые тельцы. Это ваш гороскоп на март. Ляйсан Кузнецова все важные события в своей жизни планирует, ориентируясь на звезды. Признается в том, что они не ошибаются, убедилась не раз. Два года назад, когда по прогнозам Уран перешел в новую позицию, жизнь Ляйсанка ординально изменилась. От рода деятельности до круга общения. А на днях познала силу ретроградного Меркурия. Ретроградный Меркурий – это о том, что не следует делать каких-то крупных покупок, так как ты можешь пожалеть. Потому что Меркурий, эта планета связана с торговлей, с какими-то сделками. Все равно пошла на эту покупку. Теперь вот разгребать нужно будет. По свежим подсчетам социологов, астрологию верят более 70% россиян. Статистику недавно опубликовали в ТАСС. По результатам опроса почти четверть россиян признались. 2020-й – високосный. Год пандемии оказал самое сильное влияние на их жизнь. Еще порядка 20% опрошенных отмечают влияние новолуний и полнолуний. Я считаю, что астрология – довольно-таки точная наука. Каждому интересно узнать, что его ждет в будущем и как на это можно повлиять. А все совпадает. Все совпадает. Ну, может, эффект плацетов срабатывает, но это классно. Астрология всем рекомендую. Чтобы прям вот день в день совпадало, пока не выявила такого. Но когда я принимаю какое-то ответственное решение, я всегда сначала прочитаю гороскоп. По данным крупнейшей российской поисковой системы, в Самаре в марте резко возросло число запросов по астрологам. Настолько часто ищут экспертов в области звездных прогнозов, разве что в преддверии Нового года. Астрологи уверены, это только начало. Для меня, да, это наука. Наука серьезная, наука будущего. И мы сейчас во времена Водолея живем. И, скорее всего, именно в это время астрология будет принимать все более и большее значение. Почему? Да, опять же, она помогает менять свое отношение к жизни. Просто принимать, понимая, в виде в этом определенный смысл. Чаще обращаются к знаниям астрологов именно женщины. Их более 75%. Но и среди мужчин нередко встречаются сторонники прогнозов. В частности, представители бизнеса. Я не часто хожу к астрологам. Но, тем не менее, когда предстоит какая-то важная сделка или принять решение, чтобы быть уверенным, что никакая планета сейчас не может угрожать этому, я иду к своему астрологу. Когда планировать покупку квартиры и на ком жениться? Психологи в попытке просчитать все возможные риски по звездам видят намерение переложить ответственность за важные решения на другого. И чем больше факторов неопределенности, тем больше потребности передать бразды правления чему-то космическому, чему сложно противостоять. Что происходит с человеком, который обращается к астрологу? Он получает некую обратную связь, что сейчас на него силы Луны, затмений всяческих, марсианских каких-то еще, и поэтому сейчас надо что-то переждать. На мой взгляд, это откровенно ложная обратная связь, исходя из которой человек строит свою деятельность. Если долго жить чужим умом, то лишаешься своего. Впрочем, и астрологи подтверждают, звезды решают не все. Прогностическая карта – не что иное, как известные с детства былинный камень на распутье. Гульфия Сафина, Василий Колдашов, Григорий Пешаков. События. Ибо по нашей небесной сфере. Спасибо.